Рассмотрим вариант реализации многоязычности, используя только один сайт в системе. Для этого нужно определить в файле dbcon.php константу language.id. Перейдем в редактирование нашего файла dbcon. Расместим здесь код, отвечающий за логику обработки константы language.id. Логика заключается в следующем, что если в get-параметре содержится параметр language.uae, то в сессию помещается значение либо yen, либо ru, что соответствует либо английскому, либо русскому языку. Далее, если у нас в сессии содержится какое-то значение, то оно присваивается константе language.id. Сохраним наши наработки. Далее нужно реализовать переключатель языков. Для этого перейдем в код шаблона первого сайта. Уберем здесь стандартный компонент переключения между сайтами и разместим наш код. В данном случае у нас выводится элемент select из класса cLanguage методом selectBox. Первый параметр отвечает за название. Второй – значение, которое берется из сессии. И особое значение нужно уделить четвертому параметру, в котором указывается JavaScript функция, вызываемая при выборе элемента списка. В этой функции происходит изменение Windows Location, к нему добавляется get-параметр language.ui, к которому присваиваются значения при выборе языка в списке сайтов. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Обновим страницу. В этой функции наблюдаем появившийся элемент типа select с выбором языков и заметим, что при выборе английского или русского языка меняется язык в административной панели и в шаблоне компонентов. Причем эти фразы выводятся через функцию getMessage из языковых фраз. Теперь давайте вставим такой же переключатель во второй шаблон нашего сайта. Уберем стандартный переключатель и добавим сюда наш новый переключатель между языками. Также добавим дополнительные условия в первый сайт. Оно нам будет необходимо для того, чтобы определить, какой шаблон сайта необходимо показывать, в зависимости от того, какой язык выбран. Здесь мы для английского сайта устанавливаем шаблон фиксированный, серый. Тип условия – выражение PHP. И самим выражением у нас будет являться то, что значение сессии language UI равно yen. Сохраняем и смотрим. Теперь при переключении на английский язык у нас меняется шаблон. Теперь давайте разберемся с меню. В данный момент у нас для двух шаблонов и языков используется одно меню. Заведем дополнительные типы меню для английской версии сайта. Для этого перейдем в настройки модуля управления структурой и заведем здесь дополнительные типы меню. У нас будет yen-left. Далее yen-top. И yen-bottom. Назовем их. Левое меню yen, верхнее меню, yen и нижнее меню yen. Сохраним настройки модуля. Теперь нам нужно скопировать файлы в меню с новым названием. Для верхнего меню это будет yen-top.menu.php Для нижнего это будет yen-bottom.menu.php Пункты у нас есть. Теперь давайте изменим настройки компонента, который выводит верхнее меню в шаблоне английской версии сайта. Перейдем в этот шаблон. Откроем параметры компонента. Компоненты меню. Выберем для формирования верхнего меню тип верхнее меню yen. А для формирования подуровней меню левое меню yen. Сохраняем. Теперь давайте изменим пункты английского меню. Для этого отредактируем их. Сохраним. Сохраним. И видим, что для английской версии сайта у нас отображаются свои пункты меню. При этом, если мы переключимся в русскую версию, то мы видим, что у нас пункты меню соответствуют русской версии. Продолжим работу с разделом новости. Начнем с русской версии. Для начала скопируем шаблон комплексного компонента новости в директорию шаблона первого сайта, который у нас используется для русского сайта. Назовем его news и применим. То есть, теперь у нас шаблон подключается из директории шаблона для русской версии сайта. Теперь, если мы перейдем в английскую версию, так как у нас код подключения компонента остался тот же, то у нас происходит поиск шаблона комплексного компонента news с названием news. Скопируем наш ранее созданный шаблон для английского языка непосредственно в директорию шаблона для английской версии сайта. Переименуем наш шаблон в news и посмотрим, что получилось. Обновим кэш и мы видим, что у нас выводится только дата. Чтобы выводились все остальные данные, нужно в настройках компонента выбрать, чтобы для списка выбирались еще свойства name и description. для детального просмотра выбиралось свойства name и detail text. Сохраним настройки компонента. Таким образом, мы видим, что для английской версии сайта у нас показывается контент новостей с английским языком. Перейдем в детальную страницу новостей и видим, что название и текст новости показываются на английском языке. При этом в русской версии сайта показывается контент раздела новости на русском языке.